Всем привет! Кто еще не знает, меня зовут Юля и сегодня я решила снять для вас видео вопрос-ответ. Это было совершенно спонтанное видео, я не готовилась, просто открыла сейчас вопросы в своей группе ВКонтакте по названию Камелия, буду их зачитывать. Начну я, пожалуй, с самых свежих вопросиков и буду на них отвечать. За последнее время, за последние несколько месяцев на мой канал добавилось очень много новых подписчиков и я хочу с вами познакомиться немного поближе. Итак, как я уже сказала, кто еще не знает, меня зовут Юля и в принципе дальше вы все узнаете из ответов. Итак, поехали! Почему канал назван Камелия? Буквально вчера мне этот вопрос задала Екатерина Носова. Итак, Камелия, кто не знает, это цветок. Когда я выбирала название канала, я хотела, чтобы оно какое-то было мелодично и очень нежное, но согласитесь, называть канал Роза или еще можно было придумать Дикая Роза, нет, это уже слишком. Поэтому я решила выбрать какое-то такое экзотическое, интересное название, поэтому мой канал называется вот так. Дальше, чем ты рисуешь с ними обзор? У меня не так много различных канцелярий, у меня только карандаши, хочу купить акварельные краски. Кстати, пожалуйста, если вы рисуете, посоветуйте мне в комментариях, какие выбрать акварельные краски. Я очень хочу купить белые ночи, но не знаю, стоят ли они своих денег, может быть, что-то взять подешевле. В общем, обязательно напишите, что из такого, не то, что самого бюджетного варианта, нет, мне не нужно предлагать вот эти вот медовые краски детские. Что из такого более профессионального варианта, хорошего, вы мне можете посоветовать. Жду ваши ответы в комментариях. Читаю дальше странные вопросы. Чем можно заменить спирт? Наверное, для многих из вас вообще этот вопрос покажется дичью, вы подумаете, какой спирт, что происходит? На самом деле, я занимаюсь мыловарением, это мое большое хобби. Чем можно заменить спирт? В общем, ответ для мыловаров. Вы можете купить в аптеке муравьиный спирт или в интернет-магазине для мыловарения, купить жидкость для удаления пузырьков. Скажу вам по секрету, это и есть спирт. Если у вас домашнее животное, если есть, то расскажите о нем. У меня есть собачка Пальма, порода пудель. Я уже неоднократно показывала ее в видео. Но что я могу рассказать о ней? Сейчас особо останавливаться на этом не буду, нужно снимать отдельное видео. Ей исполнилось 4 годика. Мы, к сожалению, забыли, что у нее было 10 февраля день рождения, уже во второй раз забыли. Я очень, конечно же, этому расстроилась. Но что поделать, в этот день я была загружена. И, конечно же, мы пошли ей купили очень классный подарок, целый пакет лакомств. И она до сих пор отмечает свой день рождения. Так, вопрос, чего вы начинали снимать? Меня раньше привлекали, ну и сейчас, в принципе, косметические видео. Я начинала деятельность на Ютубе очень давно, много лет назад. И было всего лишь несколько блогеров и снимали видео о косметике. Мое первое видео было о косметике Эйвон. Следующие видео были о маловарении. Как ты узнала про маловарение? Вот честно, я не помню, как я узнала о маловарении. Я единственное знаю, что я всегда ходила и смотрела на разных ярмарках, выставках, мыло ручной работы. Мне нравилось, как оно пахнет. Потом мне подарили мыло ручной работы. Я побывала в доме у девушки, которая занимается маловарением. У нее, кстати, запах был мыла настолько резкий, от этих вот всех одушек. Я подумала, вау, я тоже так хочу. Это у меня засело мозгу, и таким образом я начала заниматься маловарением, потому что мне это очень нравится. Чаще всего 3D силиконовая форма для мыла я заказываю на оптовом сайте, но этот сайт украинский. Я оттуда часто делаю заказы совместные. То есть можете мне писать в мою группу по маловарению, ко мне присоединиться, и будет вместе оформлен заказ. Но я всем отправляю только по Украине. Если вы из России, то можете самостоятельно заказать формы. Там идет опт от 10 штук, ну 10-12 штук разных форм. У них есть доставка в Россию также. Вы живете одна или у вас есть муж? Я замужем. Часто ли вы будете выкладывать новые видео? Я очень хочу часто выкладывать видео, но поймите, чтобы снять качественное видео, а особенно по маловарению или какой-то DIY ролик. Если это какие-то лайфхаки, то вообще занимает 2-3 дня. Каждый день или через день их просто физически не получится выкладывать. В таком случае мне придется не кушать, не выходить на улицу и спать по 5 часов. Как ты поняла, что хочешь рисовать? Честно вам скажу, дам очень классный совет. На самом деле вы никогда не поймете, что умеете рисовать или хотите, пока не сядете и не сделаете этого. Вы должны сесть и начать рисовать. А лучше попробовать нарисовать что-то в разных техниках. Тогда вы поймете, к чему у вас лежит душа и поймете, получается это у вас или нет. Хотите вы заниматься рисованием или нет. Обязательно попробуйте, обязательно нужно начать. Мне очень нравится техника дудлинг. Можете посмотреть мое видео. Я думаю, что эта техника вас также захватит с головой и очень вам понравится. Потому что она нравится многим. Так, почему ты редко выпускаешь видео с идеями для ЛДС, кетчбука, артбука? На самом деле, чтобы снять такое видео, нужно опять же очень много времени. Конечный результат, то что вы видите, это видеоролик где-то на 15-10 минут. Это занимает этот видеоролик у меня целый день, а то и больше. Чтобы, если я просто жусь рисую, это одно. А рисовать именно для видео, честно, это очень тяжело. Но я буду стараться. У меня сейчас появилось очень много новых творческих книг, раскрасок антистресс. Я обязательно буду проводить конкурсы. Буду показывать вам все эти раскраски. Буду рисовать что-то новое. Так что обязательно смотрите за новостями на моем канале. Как вы провели Новый год? Интересуется Юлия Захарова. Новый год я провела дома. Я никуда не ездила, не отмечала, не на елку. Просто дома, в кругу семьи, в тихой, спокойной обстановке. Что вас мотивирует на съемки видео? Что вас мотивирует на рисование? Опять же, на рисование меня мотивирует какие-то новые техники, когда я узнаю о чем-то новом. Также большая мотивация на рисование это просмотр видеороликов других блогеров. Когда я вижу, какие красивые шедевры получаются у блогеров, когда я понимаю, что в принципе это не тяжело, мне вот сразу хочется взять карандаш, ручку и пойти творить. Я также уверена, что у многих из вас после просмотров моих видео тоже возникает такое желание что-то рисовать или делать своими руками. И что вас мотивирует на съемке видео? На съемке видео меня мотивируют ваши отзывы, обратная связь. Когда я вижу, что видео набирают много лайков, что они прям растут на глаза, когда много просмотров, я сразу начинаю продумывать идеи для следующих видео. Делали ты в художественную школу, почему вы снимаете видео о разной деятельности, маловарении, рисовании, в артбуке? Почему вы не решили выбрать что-то одно? Ну вот скажите, как можно выбрать что-то одно? Я считаю, что если человек по жизни увлекается чем-то одним или вообще ничего не увлекается, это очень скучно. Невозможно всю жизнь или даже на протяжении года увлекаться чем-то одним. У меня возникают какие-то разные увлечения. Также у меня в запасе есть несколько идей. И я считаю, что если на канале такой разносторонний контент, то смотреть канал намного интереснее. Когда выходят видео и по маловарению, и по рисованию, и косметические, и какие-то влоги. Ведь согласитесь, если я буду снимать, к примеру, только о рисовании, то соберется небольшая группа людей, которые будут смотреть видео и канал. Особо, мне кажется, как-то быстро развиваться и не будет. А когда много всего на канале интересного, и в принципе от вас я вижу отклики, я вижу, что многие темы вам нравятся, я и дальше буду продолжать носить разнообразие на свой канал. Очень распространенный вопрос, на который я ну просто не могу ответить. Можно ли брать за основу детское мыло из магазина? Запомните, это мыло, оно не предназначено для переплавки. Его уже во второй раз, это уже готовый продукт. Мыльная основа, ее можно переплавлять раз, два, но мыло это не топ. Даже если, когда вы его натрете на терку, вы заметите, что оно просто не плавится. Нужно будет добавлять воду, плюс будет стоять не очень приятный запах. И может быть даже это вредно, вот эти вот дышать парами. Это уже готовый продукт. Лучше не надо жлобиться, купите мыльную основу. Она стоит не так уж дорого. Мыло детское, если, кстати, будете брать, то нужно брать качественное, белое, без каких-то запахов и недешевое. Лучше купите основу. Мой вам совет. Когда я начал заниматься мыловарением, где-то 4,5 года назад, В каком городе живешь? Я живу в городе Днепропетровск. Но сейчас его переименовали, он называется Днепр. Мне так даже больше нравится, потому что раньше его так же все называли Днепр. В художественную школу я не ходила. Спасибо, мне хорошо рисуют. Но я не считаю, что я очень хорошо рисую. Просто у меня есть желание рисовать. И поэтому, видимо, мой вот этот вот энтузиазм передается вам. И вам нравятся мои видео по рисованию. Планируешь ли ты устраивать фан-встречи в городах Украины? Или живые мастер-классы? Вот знаете, живые мастер-классы, мне кажется, очень интересно. Это круто. Собрать единомышленников, устроить, допустим, мастер-класс по мыловарению. Но я даже сейчас не знаю, где это все можно сделать. Это стоит затрат, собрать людей, как-то все организовать. Не знаю, фан-встречи. Если будут какие-то мероприятия в Киеве, к примеру, да, или в других городах, если я там буду присутствовать, то я обязательно об этом сообщу на канале и вас приглашу. Если у тебя братья или сестры, передай привет. Передаю привет Вике Сульженко. У меня есть сестра, зовут ее Оля. Она, кстати, тоже блогер. Мы даже с ней как-то снимали совместные видео. Я думаю, что многие из вас ее знают. Итак, какие твои любимые увлечения? Если у тебя питомец уже ответила, любишь ли ты готовить? Ну, за счет увлечения, я думаю, вам все понятно. Это мой канал YouTube. Я увлекаюсь съемкой разных видеороликов. Также я люблю мыловарение и люблю рисовать что-то интересное, особенно в технике зентанг или дудлинг. За животных я уже ответила, моя собачка Пальма, порода Пудель. И люблю ли я готовить? Да, на самом деле я очень люблю готовить. Я люблю есть вкусную пищу. Я не люблю однообразие, и поэтому это заставляет меня брать, искать какие-то новые рецепты и готовить. Иногда я готовлю какие-то шедевры кулинарные. Ну, вот люблю я вкусняшки, и все, да, готовить я очень люблю. Какие каналы ты подписан? Я подписана на большое количество каналов, их около 150, но я просто всех не успеваю физически смотреть, хотя я очень-очень стараюсь. Включаю видео и выключаю. Просто, да, посмотрю на блогера, по-быстрому, может быть, пролистну комментарий, узнаю, что вообще, о чем это видео. Хочется, конечно, быть в курсе всех событий, знать, что нового происходит у блогеров. Мне нравятся те каналы, на которые я подписана, и пока что отписываться от них я не собираюсь. Кстати, кто не знал, то мне нравится видео АСМР. Я подписана где-то на 10 каналов, и с удовольствием их смотрю. Если вам нравится АСМР, то напишите мне это в комментариях. И многие из вас, кстати, мне говорили, что вам нравится мой голос, он успокаивающий, расслабляющий. И я даже пыталась записать видео АСМР, такой пробный, чисто для себя. Для этого нужен качественный микрофон, но, к сожалению, я пока что его покупать не собираюсь, потому что стоит он недешево. Но видео АСМР я бы очень хотела снимать. Напишите, а хотели бы вы, чтобы на моем канале выходили такие видеоролики? Собираюсь ли ты снимать еще лайфхаки? Скажу честно, мне подобные видеоролики очень-очень нравятся. Также нравятся DIY-видео, какие-то интересные советы, советы из Инстаграма. Это действительно интересно, это затягивает. Более часто его популярно. Мне нравится снимать лайфхаки, но это требует очень большого количества времени. Все это найти, проверить, протестировать, снять, записать. Поверьте, лайфхаки снимать, это очень долго и непросто. Но подобные видеоролики я еще собираюсь, конечно, в дальнейшем выпускать на своем канале. Какие твои видео тебе нравятся? Сколько бы ты еще занималась своим каналом? Опять же, я ответила на этот вопрос. Мне нравятся видео лайфхаки, нравятся видео... Да мне все мои видео нравятся, все. Влоги, лайфхаки, видео по маловарению, потому что я видео вкладываю в душу, и мне очень нравится пересматривать иногда свои видео. Тем более какие-то старенькие видео. Очень нравится смотреть, как я менялась. В общем, люблю я это все. Будут влоги, хочу видеть пальмочку. Влоги обязательно будут. Конечно, они на канале выходят не часто, но где-то раз в два месяца буду стараться их добавлять, если они вам будут нравиться. Бывает ли у тебя такое, что не хочется снимать видео? Конечно, бывает. Потому что, чтобы снять видео, нужно к этому готовиться, нужно расчищать вот так вот все со стола, всю поверхность, сдувать все пылинки, краситься, делать красивую прическу, нарядно одеваться. Честно, конечно, бывают такие дни, когда мне вообще не хочется этим заниматься, или даже такое бывает, я соберусь снимать видео, и уже наступает вечер. Да, такое тоже бывает, и тем более зимой было довольно-таки часто. Почему нет видео про уничтожь меня? На самом деле, в окно-то уничтожь меня, мне нравится. Он безумно творчески развивает ваши таланты, творческие способности. Но чтобы записать такой видеоролик, необходимо много времени. У меня попросту садится камера. Я ее целый час заряжаю, потом записываю опять, потом еще раз. Если вы думаете, что сесть, что-то нарисовать, это очень легко и просто. Нет, на самом деле, это мне все так легко не дается. Мне нужно очень долго думать над идеей, продумать все мелочи, и тогда появляется на свет интересное видео. Но в дальнейшем, конечно же, про блокнот уничтожь меня, видео я снимать буду, потому что этот блокнот я очень люблю. Будут ли в дальнейшем уроки маникюра? Маникюр я тоже люблю делать, тем более я закупила сейчас много гель-лаков, всех тестирую. Мне очень понравилось делать маникюр гель-лаками, так что будут видеоролики как и по обычному маникюру, так и по маникюру с гель-лаками. Когда ты начала вести личный маник, у тебя есть братья или сестры? Я уже говорила, у меня есть сестра Оля. Личный маник я начала вести очень давно уже, не помню когда. Я тогда еще была ребенком, не знаю, может быть, в классе пятом, шестом, седьмом. На самом деле, я вам хочу сказать, я сейчас читаю очень много модерационной литературы, и вести личный маник, это не детская забава. Если вы сейчас ведете личный маник, вы это все правильно делаете. Существует очень много методик, когда нужно выкладывать свои мысли на бумаге. Когда вы выкладываете свои мысли на бумаге, вы все расставляете по полочкам. Это очень хорошо работает. И через какое-то время, через месяц, через полгода, через год, вы можете открыть свою запись и проанализировать, как изменилась своя жизнь, и что бы вы хотели изменить в своей жизни. У меня есть такой блокнот «Пятибук», и там нужно описывать кратко свой день, также отвечать на вопросы. Этот блокнот рассчитан на 5 лет, вот его я как раз сейчас веду, он мне за меня личный дневник. Отвечу на несколько последних вопросов, и буду заканчивать на этом видео, чтобы оно не получилось слишком долгим. Как у вас появилась пальма? Как она у нас появилась? Я сидела-сидела, и мне пришла в голову мысль, закатилась мне собаку. Закатилась маленький комочек счастья иметь рядом с собой. Также меня очень привлекали прогулки, когда я видела людей, которые гуляют с собаками. Мне казалось, что это просто нереально круто, и все как-то произошло быстро. Я нашла объявление, мы поехали и купили маленького щенка пальму. Она, кстати, из всего выводка была только одна девочка, и, по-моему, четыре мальчика, и хотела только девочку. Честно вам скажу, что заводить собаку это очень большая ответственность. Это настолько большая ответственность, что вы даже не представляете. Так, что еще хотела ответить вам? Вот, еще такой вопрос, кто лучше, по вашему мнению, пёсики или коты? А раньше у меня были коты, и котов я любила. Но после того, как у меня появилась собака, я поняла, что я все-таки больше люблю собак, потому что с собакой ты можешь разговаривать. С собакой она реально тебя понимает. Она понимает все. Это не зря говорят, что собака твой друг, твой товарищ, твой спутник по жизни. Да, кот может прийти, лечь рядом с вами, мурчать, урчать. Но поверьте, я думаю, что все, у кого есть собака, вы знаете, что я имею в виду. Ну, коты мне сейчас нравятся, сейчас очень много пород, расцветок, но все-таки я больше даю предпочтение собакам. Ну и уход, конечно, они требуют соответственные и больше внимания. Но на этом видео я буду, пожалуй, заканчивать. Итак, внимание, если вам понравились видеоролики на такую тему, где я сижу и просто с вами болтаю, в таком непринужденном формате, отвечая на вопросы, то обязательно дайте мне знать об этом в комментариях. Снимает мне дальше подобное видео или нет. Мне очень важна от вас, я думаю, как и любому другому блогеру, обратная связь. Пишите все, что хотите в комментариях, что вам нравится в моем канале, что не нравится, какие видео вы хотите видеть. Также думаю, что многие из вас не знают. У меня есть страничка Instagram, их даже две. Одна о моем канале, о моей жизни. На второй страничке я делюсь своими фотографиями и продаю мыло ручной работы. Ссылочку на них оставляю в инфобоксе. Обязательно подписывайтесь. Также у меня есть две группы ВКонтакте. Одна по мыловарению, а вторая группа канала. Обязательно вступайте. Буду всех вас там рады видеть. И жду новых вопросов. Ну а с вами была Юля. До встречи в новых видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok